Павел Коньков провел первое заседание правительства в должности губернатора Ивановской области. Вопрос касался корректировки стратегии социально-экономического развития региона до 2020 года. Документ был принят 4 года назад. С течением времени он нуждается в незначительных поправках. Основные же векторы остаются неизменными. Ивановская область позиционируется как инновационно-индустриальный регион, Международный центр дизайна и торговли товарами легкой промышленности, университетская территория. Очевидно, что основой для качественного улучшения жизни населения является эффективное и устойчивое развитие экономики. Для достижения этой цели необходима высокая динамика инвестиционных, инновационных процессов, консолидация государственных и частных финансовых ресурсов на приоритетных направлениях. Коренной переработке подвергся территориальный раздел Ивановской области. Предлагается уйти от развития отдельных муниципальных образований к формированию агломераций и разделить регион на четыре части, каждая из которых будет выполнять свою экономическую функцию. Гавпосадские и Ильинские районы, как наиболее плодородные, станут ключевыми сельхозпроизводителями. В Верхнеландиях, Лух, Южа также будут развивать сельское хозяйство, животноводство и туризм. Остальные районы войдут в состав двух основных агломераций. Кинишем объединит вокруг себя Вичугский, Заволжский, Пучешский и Юревецкие районы. Преимущество этого объединения – наличие историко-культурных и рекреационных ресурсов. Они займутся развитием бренда «Волжская ривьера». Иваново станет центром агломерации, задействованной в формировании текстильно-промышленного кластера. Иваново с близлежащими городскими кругами Кохма, Тейково, Шуя и муниципальными районами Ивановским, Комсомольским, Лежневским, Приволжским, Родниковским, Савинским, Тейковским, Фурмановским и Шуйским. Создание такой крупной агломерации в регионе позволит не только эффективно использовать накопленный в регионе потенциал, используя вертикальную и горизонтальную интеграцию, но и обеспечивать перелив капитала и других ресурсов для решения первоочередных задач социально-экономического развития региона. Глава администрации Александр Кузьмичев рассказал о своей стратегии развития. В транспортной инфраструктуре это прежде всего долгожданные обходы и новые дороги. Строительство восточного обхода города Иваново как транзитного транспортного коридора, запуск и ростного транспорта при железнодорожном маршруте Иваново-Москва-Иваново, дальнейшее развитие аэропорта Иваново-Южный. Кроме того, по поручению Павла Алексеевича, сегодня завершается разработка проектно-смеддокументации строительства так называемого заполненного обхода вокруг города Иваново. И до конца 2014 года разработана проектно-смеддокументация, построились двух новых автодорог. Как Авдотино-Минеево и Минеево-поселок Дальний. Комплекс социальной сферы заботчен демографической ситуацией. В планах к 2020 году выйти на нулевой уровень естественной убыли населения. Задача, говорят, реальная. Вот только в 90-е рожали мало. А, соответственно, и молодых мам сейчас дефицит. Следствием того, что в активный репродуктивный период сегодня входят столь малочисленные поколения, будет, к сожалению, сокращение к 2020 году численности женщин фертильного возраста ориентировочно на 10%. Кроме того, сложность поставленной задачи по обеспечению роста рождаемости усугубляется тем, что сегодняшняя наша молодежь откладывает рождение первенца на более поздний период. Поэтому наш ресурс, он очевиден, это вторые, третьи и последующие рождения. Система поддержки многодетных семей, по крайней мере, до 2020 года в нашем регионе будет сохранена. Кроме того, Ивановская область примет участие в программе «Жилье для российской семьи», которая подразумевает под собой строительство квартир эконом-класса. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.